Друзья, всем привет! В этом видео вновь хочу рассказать про вот эту болгарочку. Интересный вариант от такого производителя, Professional GVS17125CE. Вот так она выглядит. Вот такой у нее блок редуктора, крышка, вот этот корпус редуктора. Вменяемая и внятная кнопка блокировки шпинделя. Болгарка идет вот с такой стандартной гайкой в комплектации. К этой гайке идет вот в комплекте вот такой ключ. Ну и вот подкатилась ручка антивибрационная. Многие скептически к этому относятся. Зачем она нужна? Я сейчас вам объясню. Это очень полезная вещь, в общем-то. Ну, многие говорят, что на маленькой не надо. Но я вам сразу говорю, в ней 1700 Вт обороты. То есть, это дурмашина. Такая маленькая болгарка вот такого формата. И 1700 Вт. Она, конечно же, толще в корпусе. Вот видите, у меня рука больше среднего. И вот так вот она обхватывает примерно, да? Вот сейчас покажу. То есть, не смыкаются пальцы. Если вам интересно, чтобы смыкались пальцы, есть такая же модель, собрат вот этого производителя. GVS 9-125 S в конце. S это означает с регулировкой. Без буквы S не будет регулировки. И та машинка, она потоньше. Естественно, там обхват будет смыкать. Ну, у вас пальцы будут смыкаться. Она, в принципе, похожа. Вот. Но у этой, так как 1700 Вт, естественно, якорь у нее толще. И статор. Ну, и она потяжелее, как бы. Но дури в ней хватает. Что означают вот эти буквы? Эти буквы означают электронные компоненты. То есть, тут есть некоторые электронные фишечки в этой болгарке. Первая фишечка, это то, что она имеет плавный пуск. Вторая фишечка, то, что она поддерживает обороты. То есть, она не падает в оборотах при нагрузках, не проседает. И есть кикбэк-контроль. Функция в ней. Здесь была наклеечка, она отлетела у меня в процессе работ различных. Она позволяет при заклинивании болгарки отключиться ей. То есть, она автоматом отключается. То есть, при включенной кнопке она выключится. Вот. Ее не вырвет из рук. Но она почем зря это не делает. А не выключается. Она умно это как-то умеет делать. И достаточно вменяемо все электроника срабатывает. И вот при такой дури, конечно же, нужна вот такая ручка. Эта ручка, она, ну, в принципе, ну, я сейчас вам объясню. Вот как она работает. Смотрите, видите? Вот. Это демпфер-амортизатор. То есть, она, ну, ее, естественно, надо закрутить помощнее. И вот где-то позволяет гасить вибрацию. Достаточно удобно. Ну, кому как, ну, я как бы сразу говорю, что те, кто против вот этой фишки, ну, я думаю, наверное, они против вообще любого усовершенствования каких-либо, какой-либо техники, какой-либо вообще. Ну, также автомобиль можно не совершенствовать. Не ставить фаркоп, там, не ставить литье, там, багажник, там, или какие-то фишечки на машину. Говорят, да ну, нафиг не нужно. Я говорю, что нужно. Далее. Значит, смотрите. Я вот уже говорил в этой гайке. Вот этот стандартный ключ. Я вот этой гайкой не пользуюсь в стандартной комплектации. У меня есть быстро зажимная гайка. Я уже показывал. Вот такая вот. Ну, бесключевая. Ну, гораздо удобнее. Вы видели в других видосах моих. У меня на всех болгарках вот такие вот гаечки. Очень полезная вещь. Она, кстати, по весу, как многие говорят, не такая уж и тяжелая. Если сравнить, вот это вот, как бы, тяжелее, чем вот это. Потому что это полнотелая, а это, ну, пустотелая здесь храповый механизм внутри. Или вот такой вот пользуюсь гайкой под 22-й ключ. Ну, это у меня на больших болгарках. Здесь про запас просто держу. Какая фишка есть у этой болгарки еще прикольная? Видите, вот тут вот кнопочка, педалька такая, да? Вот ее нажимаете, и можно регулировать кожух защитный. Вот, допустим, диск одет, и вы работаете, повернув так, как его вам надо. Вот так вот подняв, вот так вот чуть-чуть спустив. Можно искры направлять, как вам нравится. Вот сейчас, к слову скажу, болгаркой работают всегда вот так, сзади редуктора стоят. То есть, вот так вот пилят. То есть, не перед диском стоите вы, да, как оператор. Ну, вот допустим, вот так вот, вот, вот так вот. А от себя редуктором надо работать, ну, и стоять, как бы, немного сбоку. Ну, вот как сейчас я вот показываю вам. Пиление вы смотрите вот из-за нее, как бы, да, из-за кожуха туда смотрите. Ну, это как, как правило так, так правильно должно быть. Какая тут фишка еще есть? Классная. Сейчас я вам покажу. Вот все хвалят ее. Секунду. Откручу. Вот эта вот шайба, видите, она с таким, с перфорацией, с такой, да, с зазубриной. И такое резиновое там вживленное красное кольцо резиновое, да, уплотненное. И она из кованого металла такого, ну, из инструментальной стали, естественно. Вот она позволяет, ну, хорошо диском садиться. Я не знаю, почему ее так хвалят, вот эту вот шайбу посадочную, да, опорную. Не знаю, почему. Ну, говорят, это вот суперфишка на болгарках вот так вот этого производителя. Ну, естественно, вот я ставлю болгарку, на болгарку я ставлю диски всегда вот этой вот опорной шайбы на вот эту, ну, вот этой прижимной шайбы на вот эту опорную. То есть, видите, вот как вот этот диск, то есть картинкой туда. Да, также это вот по камню, да, отрезной диск. Ну, и все остальные диски по металлу я тоже ставлю вот этой шайбой на опорную, на опорную шайбу. И зажимаю, конечно же, прижимной уже шайбой. И вот так вот получается вот это вот дело. Удобно, вот еще раз повторюсь, вот этот диск. Можно развернуть, как вам надо. Прямым образом, то есть, вот где-то подлезть там, вот так вот к поверхности, ну, что-то резать, да. Ну, это пример сейчас, опять же, диск по камню. Такие вот параметры у нее. Здесь вот я критики подвергал эту машинку, за что меня в прошлом видео отругали, там, в случае чего вы меня извините, там, никого не хотела обидеть, там, фанатов этого производителя. Кстати, вот сейчас покажу, как снимается вот этот вот чехол. Вот смотрите, вот так вот разворачивается, вот смотрите, вот так вот он одевается, вот так, он через щелчки, так, раз, регулируется. Или вот так отжать педальку вот эту и до конца, вот так вот, раз. За что меня ругали, сейчас вот все-таки скажу. За то, что я полез в редуктор и за то, что я рассказал критически, рассказал, что вот эта вот фланцевая крышка редуктора, корпуса редуктора, она пластиковая. На всех болгарках она железная. Ну, и я рассказал то, что якобы это ненадежно. Ну, как бы, это ABS-пластик, достаточно мощный, она падала, эта болгарка, ничего не разбивается. Но на той модели, которую вот я вам ранее назвал, там полностью железный, кстати, редуктор, который тоньше в обхвате, там железный, вот этот. Из такого же алюминиевого сплава сделана крышка. Здесь она пластиковая. Ну, по крайней мере, нормально все работает. Уже давно у меня вот эта вот болгарочка. Так что, если вы себе выбираете болгарку, то вот обращайте на эти, внимание на эти нюансы. Естественно, это мощная болгарка. Та болгарка 900-ваттная, это 1700-ваттная. Удобна очень вот эта регуляция. Вы можете с разным материалом, по разным, как бы, параметрам работать. Далее, что здесь еще интересного, классного, да, сразу хочу вам обозначить. Это мощный, длинный резиновый шнур, толстый. И вот здесь вот такое вменяемое уплотнение, да, в этой болгарке для вот такого шнура. Он четырехметровый. То есть, вот если его сейчас собирать вот сюда, смотрите, какой он длиннющий. То есть, вот он. То есть, с болгаркой можно отойти подальше. Ну, в принципе, у всех удлинителей есть. Ну, достаточно удобно то, что можно как-то маневрировать с этой болгаркой где-то вокруг чего-то, да, там, без удлинителя. Или от удлинителя, вот так вот. И что еще? Вот тут этот, как его, кнопка вменяемая, абсолютно вменяемая кнопка. Вот, и включается четко, никогда не заклинивает. И вот эта кнопка блокиратор шпинделя, шпинделя, она тоже вменяемая, да. Хотя некоторые жалуются, что она слишком высоко задрана, типа туда грязь попадает. Никакой грязи сюда ничего не попадает. А если и попадает, то в комплекте надо просто иметь тупо щеточку, которая, ну, вот, у меня, кстати, это болгарка, вот, идет комплектация в кейсе. Сейчас я покажу кейс. И вот у меня в кейсе вот такие вот, есть всякие прибамбасы, связанные с обслуживанием инструмента. То есть, после работы всегда надо прочищать инструмент, продувать. Если вы нормальный мастер, вы это всегда сделаете. Вот такой вот момент. Так, что еще забыл сказать? Забыл сказать самую, еще одну прикольную фишку в этой болгарке. Это как то, что у нее есть стоп-запуск. Ну, как он правильно называется, я не помню. То есть, если, допустим, вы работаете, и кто-то вам отключил свет, там, электричество или удлинитель, кто-то где-то выдернул. Вы положили эту болгарку и пошли проверять, включать там этот свет, и вы забыли ее вот так отключить, то при исчезновении электроэнергии она сама при включенной кнопке заново не включится. То есть, вы придете, она у вас не убежит никуда. И вы заново ее опять, то есть, вот так вот она у вас защелкнута будет, вы опять ее отщелкнете и опять включите. И только тогда она запустится. Ну, это безопасный запуск, так скажем, здесь есть. В общем-то, вот такая вот болгарка, она идет в комплектации с кейсом. Сейчас я покажу кейс. Кейс как бы стандартный. Вот он. Она идет вот в таком большущем кейсе. По цене я ее покупал за 9000. Ну, если кому-то дорого, то вот тот альтернативный вариант, который тонкий, она 5600, 5500. Разные цены. Ну, не более 6000 она сейчас стоит. Ну, и что хочется сказать. Это как бы оригинальный инструмент, но собран в России. То есть, вот эта корпорация построила в России завод, где производится сборка вот этих инструментов. Но от того, что она в России собирается, этот инструмент русским не стал. Этот производитель все равно немец. Это можно сравнить также и с автомобилями Kia, там, Hyundai, которые собираются в Таганроге. Они не стали русскими машинами и остаются также корейскими. Просто здесь сборка. Это мегакорпорации, которые, ну, глобализация у них. И они везде распространяют свои производства. Так что, имейте это в виду. Какой здесь вот косячок, да? Косячок, вот то, что вот эта пленочка, видите, она слазит. Ну, я думаю, это просто упаковочная. Но я ее берегу. Надо будет подклеить все-таки. Не резиновая выпуклость, как вот многие говорят, что если наклейка, то это уже не настоящая. Настоящая. На всех болгарках Bosch, даже из Германии идет наклейка. Нету вот этой вот выпуклой надписи, литой, как на шуруповертах там или еще на каких-то других их инструментах. Кстати, вот эта модель, она есть также в линейке производителя знаменитого Hilti. И вот для Hilti производят, ну, вернее, Hilti закупает комплектующие у Bosch. То есть, абсолютный близнец Hilti. Точно такая же модель. Так что, имейте в виду, Hilti не всегда полностью свои собственные разработки делает, производит. Ну, бывает, что и контрактное производство под своим брендом применяют. Забыл сказать, здесь, так как это профессиональный инструмент, здесь быстрый доступ к замене щеток. Вот эти вот накладки, вот с этими винтиками, это крышечки от щеток. Вот здесь они меняются, вот так вот. То есть, вот здесь откручиваются, здесь и меняются щетки. Вот это резиновая накладка. Достаточно удобная такая вот. Не скользит рука, машинка держится в руках нормально. И что самое прикольное, вот видите, он не закругленный корпус редуктора, а квадратный. Видите, в руке, получается, вы ее контролируете вот так вот. Или вот так вот можно, да. Ну, естественно, двумя руками как бы надо работать, да. Ну, бывают случаи, что работаешь такой болгаркой и одной рукой. Ну, соблюдать надо технику безопасности, конечно же. Вот так вот, друзья, вот такая болгарка. Классная болгарка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не ругайтесь на меня. Снимаю как могу. Всем хэло, не болейте. Обдув здесь, конечно же, зачетный. Обдув здесь, конечно же, зачетный.